Внимание! Так как Ютуб борется за авторское право, я не смогу ставить вступительную тему из «Звездных войн», а я очень хочу, так что я решил исполнить её сам! Ахм... Пам! Парабам! Парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап... Давным-давно, буквально в конце 2017 года Значит, то есть всего-то чуть более чем год назад То есть не так уж и давно, но неважно Межпланетная компания Electronic Arts Наносит очередной ответный удар по фанатам Выпуская игру Battlefront 2 Настолько неудобново обвинен, что Галактическое игровое сообщество начинает бурлить как никогда Лицемерное обещание сделать всё в лучшем виде отлично срабатывает на альянсе казуалов, которые обеспечивают проекту приличную окупаемость. Однако граждане скептически настроенных систем с недоверием относятся к релизу, поднимая волны негодования по всему Галанету. А тем временем совет женаев... Я не могу больше, давайте уже заставку, наконец. Баттлфронт 2 игра явно неоднозначная, причём как для франшизы Звёздных войн, так и для индустрии в целом. Вообще, оригинальная игра Баттлфронта и её продолжение Баттлфронт 2 вышли ещё в далёком 2005 году и представляли собой переработку концепции Баттлфилда тех времён в сеттинге Звёздных войн. Это был рассвет игрового аспекта далёкой галактики, в те годы одна нетленка сменила другую, джедай-ауткаст, академия джедаев рыцарей Старой Республики, и как раз в 2005 году вот второй, который вышел, Репаблик Команду, отличный шутер без единого джедая, и вот на закуску массовые баталии в стиле боёв стенка на стенку. Но прошло почти 10 лет, и вот Баттлфилд развивается семимильными шагами. Ну, во всяком случае, она постоянно меняется, и что теперь самое главное для игровой индустрии, окупается. А тут как раз новые фильмы о Звёздных войнах попёрли, так что чё играм-то отставать? И вот уже не какие-то там преданные забвению Лука Сарц или Пандемик Студиос, а настоящие разработчики Баттлфилда Дайс взялись за дело. Кому, как не создателям Баттлфилда, лучше воспроизвести эту же концепцию в рамках нашей с вами любимой вселенной. То есть на выходе должен был получиться чуть ли не идеальный ремейк полюбившейся нам игры. Да, но понятие Звёздные войны и идеально уже давно существует порознь. Блин, получилось откровенно говоря комом. Об этом я могу судить по многочисленным отзывам игроков и блогеров, так как сам в первую часть не играл. И всё же нужную кассу игра срубила. Ну ещё бы, ведь окучивать дайсов взялись никто иный, как всеми нами любимые Electronic Arts, известные в нижних интернетах под именем «Те, кто любят гробить франшизы, выжимая их до цента». Помозговав, они решились на шаг, взбаламутивший интернет на многие месяцы. Забавно говорить об этом сейчас, когда всё уже давно улеглось. На руинах было, так сказать. Это вообще в моём стиле, чего уж там. Однако, ближе к сути. Вышел второй Баттлфронт. Громко вышел с помпой. Ну, как и полагается. И тут, знаете, началось. Итак, Баттлфронт. Это симулятор боевых действий, где на картах разворачиваются масштабные баталии с применением пехоты, техники и даже персонажей с кинолент. Конечно, тут есть и кампания, но она, как всегда, для галочки. Упор делается на сетевой режим, как в любом Battlefield, как и в любом Call of Duty, как и в многих других современных соревновательных играх. Всё очень просто. Вы выбираете режим, в которых тут несколько. Выбираете класс. Если надо, для класса выбираете оружие, перки, здесь это карточки, и вступаете в бой. За бой вы получаете кредиты, за которые потом можете покупать всякую хрень на вроде нового оружия или тех же карточек. В принципе, вот так вот лаконично можно описать всю суть Баттлфронта. И Баттлфилды тоже. И если вы играли хотя бы в один Battlefield, то уже имеете представление о том, что это за игра. Но это не минус. Концептуальная простота в данном случае таит в себе интересности не меньше, чем какой-нибудь усложнённый различными фишками геймплей. Недаром же серия Баттлфилд так популярна, и из года в год практически никак не меняется в коренным образом. Вообще, по этой причине описывать подобный геймплей довольно сложно, ведь по сути я уже всё описал, поэтому структуру повествования придётся поменять. Давайте так, я сперва расскажу вам о плюсах игры. Они здесь, безусловно, присутствуют и имеют вполне серьёзный вес. Во-первых, фан-сервис. Вообще, едва ли это плюс, если брать этот пункт отдельно, вне контекста игры. Однако, здесь он, пожалуй, играет на руку процессу. Последняя игра по Звёздным Войнам лично для меня была Force Unleashed 2, неплохая, но, откровенно говоря, слабая для такой вселенной. В Старую Республику я не удосужился поиграть. С того момента прошло уже много времени, и вот я, старый фанат этого дела, запуская игру, и что в первую очередь бросается в глаза, именно фан-сервис. Игра сделана специально так, чтобы играть на чувстве любви к Звёздным Войнам. На ностальгии, на визуальной звуковой памяти, на ощущениях. Сам по себе это даже не отдельный пункт, а скорее система, объединяющая в себе другие элементы, такие как звуковое сопровождение, графика, дизайн, атмосфера. И работает это на ура. Ты действительно будто бы попадаешь во вселенную Звёздных Войн, и пресловутый, как правило, фан-сервис сходу начинает тыкать тебя в те элементы, от которых плакать хочется, в хорошем смысле слова. В игре потрясающий звук, ты не спутаешь его со звуком ни одной другой игры. Выстрелы бластеров, рёв истребителей, гул световых мечей, скрип AT-AT, крик эвоков на эндере, рокот боевых дроидов, всё это просто на высоте. На мой взгляд, звук намного более важен, чем визуальная составляющая. Аудиофон игры создаёт львиную долю атмосферы, яростно стараясь перетянуть на себя одеяло другого, не менее круто сваренного элемента. У дизайна. Дизайн здесь точно так же на высоте, причём и дизайн интерфейса, что не менее важно, и дизайн самих уровней. Про уровни тут и так ясно, эндор, джаку, кашик, камин, все они сделаны шикарно, без преувеличения. Видно, что дизайнеры, работавшие над игрой, имеют просто-таки золотые руки. От внимания к деталям, которые моментально бросаются в глаза, просто-таки до потолка прыгать хочется. Что до дизайна интерфейса, то тут тоже кроется нюанс. Попытки изобразить интерфейсы компьютера и будущего обычно приводят к появлению слишком уж обыденных голографических изображений на экранах. Это трудно передать словами, но просто понаблюдайте за тем, как менялась эта тенденция от старых фильмов к современным. «Звёздные войны» уже давным-давно старый фильм. Оригинал, конечно. Дисней понимает, что их новейшие трилогии — это их реновая платформа, да и не платформа даже, а скорее надстройка. Я бы добавил, что это скорее паразит-трупаи от яйца, выеденного не стоящий, однако об этом позже. Вспомните, как изображались компьютеры в старой трилогии. Все эти чёрно-белые чёрточки, крупные светящиеся кнопки непонятного назначения. В общем, на данный момент они смотрятся нелепо даже по меркам нашего времени, что уж говорить о далёком будущем. Однако все эти чёрточки и кнопочки были бережно перенесены в игру, отчего та лишь выиграла. Это не просто поглаживание ностальгии, это настоящее сохранение дизайна. Этим, кстати, не могли похвастать даже рыцари Старой Республики или Jedi Outcast 2, даром что шедевры. Правда, там повода для внедрения всего этого не было, да и графика на тот момент была иной, но всё же. В общем, глаз Battlefront 2 радует не меньше уха. Аудио и видеодизайн создают и, точнее, воспроизводят потрясающую атмосферу, подкрепляемую музыкой. Да, древние заезженные пластинки Джона Уильямса, проевшие всем плеш, обрели вторую жизнь с появлением новейшей трилогии. Всё-таки Джон Уильямс – это Джон Уильямс. Как вы уже поняли, а если ещё не поняли, то вот я вам заявляю, DICE пошли по пути наименьшего сопротивления, в отличие от BioWare и Obsidian с их старыми рыцарями, и использовали в качестве саундтрека уже готовые к композиции фильмов, как делали в том же Outcast или Академии. Правда, там использовались треки, умевшихся на тот момент шести фильмов, а сейчас это уже октология. Хотя нет, ведь уже не октология, было же ещё два ответвления. Это чё это? Нона – это девять... Десять, значит, дека. Получается, декология, мать её! В общем, вот эту вот самую логию по полной дуэт. И здесь моя неприязнь к новейшей трилогии сыграла мне на руку, ведь музыка там всё равно красивая, а моё ухо слышала её не так уж часто. Один раз всего лишь. Поэтому впечатление новизны не пропало. Хотя нет-нет, да слышу старые добрые мотивы. На самом деле, такое решение очень даже мудрое. С одной стороны, это те же времена и те же места, зачем отбрасывать такой готовый ресурс? А с другой стороны, это путь наименьшего сопротивления, который всегда выбирает плохие бизнесмены и считает это более прибыльным, что так и есть. А Ария – это именно что плохие бизнесмены, хотя и успешные. Надеюсь, я никому сейчас шаблон не порвал, нет? А то я почувствовал возмущение в силе. Итак, графика, звук, музыка, атмосфера, всё на высоте. Странно, что-то всё подозрительно хорошо, не так ли? Ну так я вам больше скажу, у игры есть ещё один весьма весомый плюс, хотя и спорный. Это компания. В своё время, само её наличие удивило меня в третьем Battlefield. Не бог весть, какая история и сама по себе была неплоха. А уж на фоне бесконечных Call of Duty, где бессмертный капитан Прайс и лейтенант СОП, разве что на луну ещё не летали пердоли тамошних злих рельских Иванов, всё так же остервенело жардущих погубить всё живое, просто потому что они рельские и очень злые. Здесь примерно тот же эффект. Во-первых, я был удивлён, что в игре заморочились с компанией. Вполне в духе я сказать, что вы дайсы засунули её поглубже в утробу и добавили ещё ящиков донаторских, однако вот падишь ты. Ну и да, на мой взгляд, взгляд безусловно предвзятый, как собственно и ваш, кстати, но тем не менее, я считаю, что на фоне как минимум последнего номерного эпизода, да и предпоследнего тоже, короче, на фоне всех новых фильмов компания игры смотрится совсем не так уж блекло. И надо сказать, ей не хватило не так уж много до того, чтобы идти наравне с фильмами. И поверьте, этот факт говорит не в пользу фильмов. Увы, потенциал был не реализован полностью, плюс несколько косяков откровенно подпортили впечатление, и раз уж я обещал вам спойлеры, то не могу не сдержать своего слова, верно ведь? Сейчас принесу, сидите. Начинается всё довольно интересно. Битва на Эндоре в самом разгаре. Империя уже вот-вот одержит победу, поэтому спецотряд во главе с нашим протагонистом выполняет особое задание по выпендёриванию всякого мусора с планеты. Чувствуют они себя, конечно же, вольгодно. Ну ещё бы! Они ж не знают, что в кустах притаились долбанные эоки, недоразвитые цивилизации местных дриапитеков, которые справятся с закованными в доспехи вооружёнными солдатами и флагманскими боевыми машинами. Расплюнуть! Да, к такому жизнь не готовила даже ситхов, что уж говорить об имперских командос. Нежданно-негаданно над головой прогремел взрыв. Это накрылось дёрасталевым тазом звезда смерти. И вот в этот момент надо бы видеть их рожи, сказал бы я, если бы действительно было так. При отлично сгенерированных лицах и хорошей лицевой анимации персонажам не хватает режиссёрского перформанса. Как сказал бы Станиславский, не верю. Не верю я, что они офигевают от случившегося. А должны мы, между прочим. Сейчас вот буквально вся империя рухнула под гнётом маленьких плюшевых мишек. Даже я офигел, хотя я там не живу. Заметьте, кстати, что я тягиваю момент с представлением главного героя. Точнее, героини. Я слышал, что был даже скандал по поводу того, что главный герой и командор всей этой тройцы – женщина. Лично я в этом не вижу вообще никакой проблемы. Женщина так женщина, почему бы и нет. Во вселенной «Звёздных войн» полно женщин галактических масштабов. Лея Органа, Исана Сарт, Широ Бре, она же Люмия, Мон Мотма, Бастила Шан, Митро Сурик, Крея. Да полно их. И показать сильную, умелую, волевую женщину в «Звёздных войнах» совершенно нормально, тем более образ был списан с реального человека, подходящего под это же описание. Проблема не в этом, я думаю. Видите ли, я более чем уверен, а повидав уже «Баттлфилд 5», я уверен на все 100%, что этот акт стал именно актом в угоду феминизму, а не попыткой просто сделать что-то интересное. А знаете почему? Потому что минимум 25% армии штурмовиков – это женщины. Да, бегая по локациями, убивая врагов, я постоянно слышал женские голоса. Постоянно. Ладно, повстанцы, у них доктрина такая. Не пойдёшь воевать, война придёт в твой дом, поэтому женщины в альянсе – это не бог вич что. Но даже там ещё не сошли с ума, и военный дел является преимущественно мужским. А вот в имперские штурмовики теперь, как и в американские компании, походу набираются по квотам люди. Безусловно, женщины имеют полное право становиться военными и более того, они ими становятся. Но этих случаев подавляюще мало. Это просто потому, что природа так предусмотрена. Война – это тяжело и физически, и психически, поэтому это считается мужским делом. А не потому, что там чьи-то права ущемляются. Можете направить петицию богу, если хотите. Если бы за всю игру я встретил, ну, два-три штурмовика женским голосом, я бы не удивился. А наоборот, это было бы деталью, дополняющей список продуманных мелочей. Но не треть же армии. Кстати, об ущемлении. Вы замечали, что когда феминистки начинают качать права, они говорят о каких-то мелочах, типа «хотим носить любую одежду», «хотим не брить волосы в подмышках», «хотим обладать любой фигурой, не только стройной», «хотим хорошие рабочие места, как и мужчины». Никто не кричит «хотим работать в шахтах по 12 часов, как мужчины», «хотим быть военными на передовой, как мужчины», «хотим погибать, как мужчины», «хотим работать в МЧС, в пожарной охране». Нет. Это извините. А вот зарплаты в офисе и хорошие получать – это да. Именно таким вот крикунам давно потакает DICE, давно потакает Electronic Arts и, к сожалению, многие другие. И на этом фоне выбор протагониста начинает смотреться еще одним пунктом в эту копилку, а вовсе неинтересным, в общем-то, решением. Кстати, должен поправиться, кампанию делали не совсем DICE. По факту за нее отвечали немного иные люди, как и за космические бои, и DICE отвечала за сетевой режим. Игра получилась модульной. Но в целом это не значит, что они были оторваны друг от друга, и ничего они контролировали вне своей сферы. Для удобства я буду далее называть их всех DICE-ами. Кстати, эта моя поправка не влияет ни на что, так что я не буду заострять на ней внимание. Итак, несмотря на все это, сюжет довольно интересный. Хотя нет, не так. Он, знаете ли, скорее уж драйвовый и атмосферный. А вот интересно его назвать, таки, кстати, трудно. Изначально я подумал, что наконец-то нам покажут имперские войска и империю в целом с альтернативной точки зрения. Книги – это замечательно, но хочется еще и посмотреть, и поиграть. Когда вышел мультсериал «Повстанцы», я все надеялся, что обе стороны постараются показать объективно. Оуэй, нет. Мультик остался мультиком. Повстанцы – гротескно правильные и храбрые, имперцы – опять же гротескно злые и мерзкие твари. К моему сожалению, сюжет Battlefront 2 повторяет эту канву. Хотя, казалось бы, банальный сюжетный ход со смены стороны можно было бы обставить в этом свете настолько круто, что у всех бы челюсть просто валялась, учитывая атмосферу и подачу в игре. Например, героиня увидела бы как мерзость Империи, так и ее благородство, ведь не бывает так, чтобы все были злые и плохие. Империя, даже Империя Сидиуса – это не условная армия зла, как у Саурона с его орками. Это такие же люди, как и повстанцы. По этой же причине у последних найдется дерьмо поярче, чем самые отпетые имперские говнюки. Но нет. Империя – зло, повстанцы – добро, и главные героини постепенно переходят со стороны зла на сторону добра со своим классическим отрядом, состоящим из лидера, того, кто влюблен в лидера и готов идти за ней, хоть в огонь, хоть в карбонит, и кровожадного пи***а, верного Империи. Еще и любовную линию, кстати, да, притянули. Причем не за уши, я бы сказал, что за некий другой орган, который в человеческом теле отвечает за толерастию. Вот так вот и похеривается грандиозный потенциал, детишки. Зачем придумать что-то по-настоящему интересное? Хотя и правда, зачем? Заходит же народу последнее творение по вселенной, где конфликты еще более тупые, стереотипы еще более тугие, а логики во всем происходящем примерно столько же, если не меньше. Я не помню, сказал уже или нет, но на фоне фильмов Battlefront 2 выглядит намного лучше. Проблема в том, что он мог бы стать не просто неплохой игрой, а великолепной игрой, которая стала бы достойным преемником того самого Battlefront, стала бы гордостью фанатов вселенной. Причем как нового канона, так и старого. Но и тишкины пассатижи, они даже до крепкого средничка с трудом дотягивают и то, в основном за счет уже всего перечисленного графики, дизайна и прочей атрибутики. Если бы игра состояла только из кампании, то она смотрелась бы заметно ярче, однако сетевой режим тянет ее якорем на дно. Но прежде чем я доберусь до сетевого режима, я хочу все же закончить с одиночной кампанией. Есть в ней ряд моментов, которые сделаны действительно классно, и уже в который раз играют на атмосферу. Простой пример, время от времени нам дают сыграть за героев. И вот играя за Лэнда Калрисиона, при взаимодействии, например, с пультом управления, вместо стандартного активировать подъемник или включить систему подачи давления, будут надписи на вроде «нажать кнопку», «нажать еще одну кнопку» или «нажать уже хоть что-нибудь». Это потрясающе, ребят. Это показывает, насколько делавшим игру было не наплевать на свой проект. Именно такие мелочи создают атмосферу. Именно благодаря подобным деталям мы любим великие игры и помним их спустя даже десятилетия. В целом, сюжет, повторюсь, довольно простой. Никаких неожиданных поворотов, но зато очень динамичный. Дадут и покататься, и полетать, и побегать, и даже спокойно побродить по какому-нибудь бару. Мы сыграем и за солдат, и за джедаев, и за имперцев, и за повстанцев. Мы сыграем за многих действующих лиц компании, пробежимся и пролетимся по множеству планет и в разных условиях, поучаствуем и в стелс, и в локальных перестарелках, и в массовых баталиях. Все это в антураже «Звездных войн», под любимую музыку и сопровождение замечательной графики, которая будет регулярно намекать, что ваш комп — древнее говно. Скажу еще раз, сама компания как таковая весьма интересна. Есть приступы идиотии, да, но играть можно и даже нужно. Правда, по ее окончании у меня не возникло желания продолжать, ведь там была еще одна небольшая компания, вроде SDLC, где время действия уже, так сказать, наше, то есть первый орден вместо империи, новая республика, ну и все в этом духе. Однако ее я не осилил, ибо ну сколько уже можно? Так что без критики совершенно от балды запишу ее в плюс. В конце концов, дополнительный контент — это хорошо в любом случае, тем более фанатам новейшей трилогии это явно понравится. А вот теперь можно перейти к сетевой части. В общем-то, как и все линейки баттлфилдов, а баттлфронт во многом является ее частью, здесь похожая концепция, за исключением некоторых мелочей. Я полагаю, вы играли хоть во что-то из этой серии, да? Лично я затер баттлфилд 3 просто кидодыр. Да, я старовер-портянышник, и я люблю наяривать не в новые игры, а в любимые, даже если вы давно уже вышли в следующей части. Баттлфилд 3 для меня стал прямо открытием. Я и раньше играл в эту серию, но третья часть — это нечто. И дело не только в графике, атмосферности, боевых действий, но и в самой игровой механике. Однако время на месте не стоит, и вот, наконец, вышел четвертый баттлфилд. Откровенно говоря, я поиграл в него так мало, что ничего от себя сказать не могу. Кто-то утверждает, что это уже не торт, и запакован он был на старте, но большинство сходится во мнении, что он стал круче. Были еще всякие хардлайны и прочие, так сказать, спин-оффы, студия экспериментировала. И у меня в голове дайсы с их баттлфилдами стояли будто бы вот на пьедистале, как некий эталон. Разумеется, он не непогрешим, минусы есть в любой игры, но в моих глазах из раза в раз дайсы делали качественный баттлфилд. Потому что костяк ими был нащупан еще тогда, во времена второй части. В третьей они довели его чуть ли не до идеала, дальше лишь полировали, и это правильно, зачем чинить то, что и так работает. Поэтому, когда анонсировали баттлфронт, я был спокоен. Кто как ни дайсы сумеет воспроизвести баттлфилд в антураже звездных войн. С их-то кропотливым подходом у них вообще проблем не возникнет. Парни, сделаю так, как надо. Подумал я. Опять же, я родился под знаком слоупок, в том смысле, что мне в то время было как бы помягче сказать... Насрать на это говно! Да, спасибо. Да и машина, думал я, не потянет. Так что с первым баттлфронтом я ознакомился на ютубе, слушая мнения людей. И даже там, где они расходились, видны были моменты, которые меня сильно удивили. Как я понял, дайсы решили отступить от своей стандартной концепции и забабахать что-нибудь новое. А все новое, как мы помним, это хорошо забытое старое. Я даже не знал, что думать. Если это было так, то они выбрали хреновое время и хреновую вселенную для своих экспериментов. Конечно, возможно, даже и невозможно, я уверен, что свою весомую лепту в это дело внесли всеми нами любимые издатели, великие и ужасные. Да, вы понимаете, о ком я. Вы видите их логотип на всех загубленных вселенных, инструментом мне в доспех. Вот да, раз я сейчас заговорил об Electronic Arts, в частности, благородных издателях в целом, еще после выпуска Прукатор фанаты бомбили меня вопросами про то, как я отношусь к проекту Апи и Рон. Если кто не знает, это проект по полному воссозданию рыцарей Старой Республики на новом движке. В данном случае Unreal Engine 4 руками благодарных фанатов. Такой вот замечательный проект. Был. LucasArts закрыли его. Да, а че нет-то? В жопу годы разработки, в жопу усилия толп фанатов, в жопу вообще все. Кто-то покусился на святое, на славу и деньги. Не дадим никому рвать ни куска, словно стая охреневших собак на большом-большом стагу сена, а световой меч мне на пояс. Я узнал об Апи и Роне всего пару лет назад, и я охренел, когда увидел, насколько же красиво и интересно это смотрится. Однако, да, прикрываться авторским правом нынче очень модно. Знаете, почему именно прикрываться? А я скажу почему. На самом деле, авторское право это важный аспект, он защищает твою работу от внешних посягательств, цель которых заработать славу и деньги на твоем горбу. Однако, когда кучка людей, вдохновленных твоей работой, с огромным уважением ТВ лютой благодарностью за нее начинают снимать фильм или делать игру без желания навариться на ней финансово, хотя о славе все-таки идет речь, в конце концов, это тяжкий труд, такие проекты тащить за спасибо, согласитесь. Ну так вот, технически это все еще плагиат, но по факту надо быть ну совсем уж жадным и плюющим на всех коммерсантам, чтобы вытирать ноги своих же фанатов. Вообще, касаемо перезагруженной вселенной Звездных войн, фраза «вытирать ноги» как никогда актуальна, и вот это вот напрягает. Даже Бетезда не настолько обнаглела по отношению к командам с крупными проектами вроде того же Тамреля Ребют или же Скайвинда. Те тоже ерепенятся и, заметьте, тоже скатываются в пропасть все быстрее и быстрее. Одно с другим напрямую не связано, однако говорить, что связи нет вообще тоже неверно. Лукас Фил могли бы взять и из их фанатов под крыло, дать им деньги, рабочую силу, инструменты, через года, два, три получился бы великолепный ремейк, который не стыдно было бы издать в Стиме как полноценную игру. Уж при повальной любви к переизданиям такой бы горячий пирожок фанаты сожрали бы вместе с ларьком и продавцом и я бы стоял в первых рядах. Но нет, зачем? Прочешь и сморкнуться на все это и продолжать грести бабло лопатой, ибо какое говно ни делай, все равно схавают. И смотрите-ка, хоть и схавали, но уже не так, как ожидалось, как и в случае с Mass Effect Andromeda. Но об этом я скажу в конце. Ладно, на чем я остановился. Так да, сетевой режим. В общем, первую часть я пропустил, а вот на второй уже решил заострить внимание. Но опять же, я проявил мало рвения для этого. Игра долгая, времени полно, тяги особо нет, поэтому снова полез на YouTube, но уже более внимательно. И вот уже тогда увиденное меня по-настоящему удивило. С Battlefront 2 у меня примерно та же история, что с Fallout 76. Я пришел уже на руины. Хайп это хорошо, если получается вовремя. А если не получается, то и наплевать. Так что лично я не застал начало всей этой замечательной истории с сетевым режимом. Однако спустя долгое время я все равно вижу там серьезные проблемы, причем проблемы концептуальные. Давайте попробую объяснить о чем речь. Итак, сетевой режим игры представляет из себя во многом обычный такой Battlefield. Повторю, если вы играли хотя бы в один из них, вы играли во все. И я, конечно, не могу быть правом на все 100%, но вот есть у меня такое подозрение, что если бы разработчики просто копировали бы игровую механику из Battlefield в Battlefront без корневых изменений, то все были бы только рады, никто бы и слово бы не сказал поперек. Однако все же серьезные изменения были внесены. Во-первых, DICE решили, видимо, взять за основу механику Battlefront 2005 года с их героями. О да, детишки, я очень любил Battlefront, но никогда не любил конкретно вот эту механику. Герои на поле битвы. Она там что в 2005 году, что в 2015, что в 2017, дисбалансные, неинтересные. То есть в нашем случае набрал определенное количество очков за убийство, и ты можешь вместо солдата взять героя. Бобу Фетта, там, не знаю, Вейдера, Хана Сола, Ли, да полно их, целая прорва героев. Надо ли говорить, что даже в руках нуба герой будет сильнее обычного солдата? Да, если поставить героя нуба против профи-солдата, тогда да, конечно, навык бьет класс, тут спору нет. Но в большинстве случаев герой может, особо не напрягаясь, укладывать на землю целые отряды, особенно если те не слишком искушены в военном деле. Проще говоря, не наяривают в батлу сутками напролет. В результате вся тактика сводится к тому, чтобы набрать на старте как можно больше очков привычным для тебя способом, для этого берутся, как правило, офицеры или, как их там, солдаты поддержки, короче, затем переключиться на героя и кромсать всех в капусту. Поправлю сам себя. Не просто тактика, а выигрышная тактика. И так как бывалые игроки ее прекрасно знают и пользуются ей, то они во многом закрывают для остальных возможность успешно вести позиционные перестрелки при помощи солдат, а не носиться со световым мечом по стенам и потолку. Соответственно, подавляющее большинство побед на карте происходит благодаря таким вот героям, а вовсе не от командов тактического продвижения, грамотного захвата точек или прочих тактических проявлений. И при том, в качестве альтернативы героям есть возможность купить не Люка Вейдеровича или Боба Джанговича, а, например, усиленного дроида конфедерации, АТ, СТ или же летательное средство какой-нибудь истребитель или даже мобордировщик. Модель выбора зависит от фракций, которых тут шесть согласно канону. Республика и конфедерация, империя и альянс и первый орден и альянс. Стабильность признак мастерства. Как бы то ни было, вот идеи с выбором транспорта мне нравятся гораздо больше, чем с выбором героев. Транспорта на карте нет, как в обычном баттлфилде, поэтому его можно только купить за очки. И транспорт там это действительно интересно. Да, он мощный зараза, но в большинстве случаев он сильно ограничен из-за превратности ландшафта и в то же время сильно уязвимы из-за размеров. Ну, опять же, как и в любой баттле, прикрывай транспорт и будет тебе счастье. Вот если бы героев убрали из списка возможного выбора и оставили бы только транспорт и особых мощных солдат, то было бы намного интереснее, на мой взгляд. Вот оставили бы для героев отдельный режим, тем более, что он и так уже есть в игре, битва героев. И, кстати, его совершенно неинтересен. Большинство игроков погибает в первую же секунду столкновения, остальные просто бегают потом и попросту меряются скиллом, что, в общем-то, им еще остается делать. Кстати, в режиме галактической битвы героические корабли, наверное, лучше было бы вообще убрать, ибо они, конечно, вписываются в антураж, но, опять же, создают дисбаланс, да и, по-моему, гораздо интереснее в таких вот столкновениях быть на равных. Впрочем, этот момент именно в галактической битве спорен. Еще один очень спорный, на мой взгляд, момент, это механика продвижения. Ты практически не выбираешь, где возродиться. Место твоего появления зависит от степени продвижения твоей стороны. Поэтому, если вас там додавливают, то и появляться ты будешь под обстрелом, мгновенно умирая. Обратно со стороны монеты и бежать миллион километров до ближайшего противника, которого ты даже не увидишь, потому что тот вышибет тебе мозги снайперской винтовки за полкарты, благо властеры не зациклены на баллистике и заряд не теряет сил пропорционально расстоянию, хотя и имеет максимальную дальность. Это, конечно, не то, что прям уж совсем неудобно, но все же с таким вот вниманием к деталям почему бы не сделать возможность выбрать самому точку дислокации как в баттлфилде. Правда, там на первой точке обычно техника, а тут ее нет, так что, в общем-то, это отмаза уже не катит, да. И тем не менее, сделать процесс более удобным все же стоило бы. Спасибо хоть, что все еще можно возрождаться около членов отряда, и хорошо, если те члены в тот момент уже не засунуты куда следует, иначе тебя снова размажут по полу и отправят на дальний респ. Ну и что сказать, позиционные перестрелки из-за этого стали практически невозможны. Снайперское ремесло, конечно, процветает и в таких условиях, но, как правило, если ты уже не совсем новичок и выучил карты, то тебе не составит особого труда заныкаться где-нибудь и отстреливать бошки солдатам. Джедаи не в счет, потому что они в один прыжок могут улететь в космос прямо с места, попасть по таким очень проблематично, разве что, если сконцентрироваться огонь всей командой. Да и сам ты выживаешь, только будучи прикрытым командой, и это уже касается не только снайперов. Проблема в том, что я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то играл командой. Это не проблема Баттлфронта, это проблема любой онлайновой игры со случайным напарником. Однако я не заметил, чтобы Баттлфронт хоть как-то к этому подталкивал. Все, к чему он подталкивает, это к тому, чтобы набрать побольше очков со старта, а потом пойти кромсать всех каких-нибудь там Дартом Моллом Юху, пляшем, весело же! Нет, на самом деле это, конечно, весело. Дарту Моллу весело, да, но, а вот всем остальным, знаете ли, не очень. Лично мне так уж точно. А ведь тактическое продвижение это почти всегда основа победы. В подавляющем большинстве случаев нам нужно будет сопроводить танки до точки и только это определяет победим мы или нет. Надо пробиться, закрепиться на точке, защитить фланги и тылы, ну, в теории. По факту же все думают, что победа зависит от того, как много ты настреляешь врагов. И хотя это тоже не лишено смысла, о командной игре при этом можно забыть. Ну, хорошо хоть исправили дисбаланс наступающих и обороняющихся из первой части, когда Империя безвозмездно отдавила повстанцев на хоте. Здесь тоже есть предрасположенность к победе, но уже не такая ярко выраженная и в принципе из любой патовой ситуации есть шанс выпутаться. Но в целом, по личным моим ощущениям, игра всеми силами склоняет участников схватки не к тактическим изысканиям, а к обычной свалке, кто перво ударит того этапки. И герои здесь играют не последнюю роль. В целом же, если убрать эти два момента, играть вполне интересно. Всего четыре класса, зато у всех есть перки. Есть особенности, которые в антураж «Звездных войн» смотрятся великолепно, особенно тяжелое оружие у дроидов. Схватки по-настоящему атмосферные, игра действительно затягивает. В первые часы ты даже как-то особо не замечаешь ничего из перечисленного, имея в виду ничего плохого. Именно с этого началось мое знакомство с игрой, знакомство человека, водерживающегося от игр по «Звездным войнам», кроме которого долгое время. Я играл и не мог понять, какого, мать вашу, хрена кто-то вообще открывает свою хлеборезку на этот шедевр, крестокрылыми в ангар, на это великолепие, на эту эпохальную игру. Так вот у меня продолжалось примерно часа два, после чего поперли уже мелкие косяки из названных, и они все накапливались и накапливались. Прибавьте к этому фиговые соединения, когда поиск может занимать слишком много времени, и постоянную ошибку соединения, которое уж если выскочит, то до перезагрузки игры не исчезнет. Притом, судя по формам, раньше было еще хуже. Ну и также меня, откровенно говоря, раздражает количество патчей. Нет, с одной стороны это хорошо, да в принципе это со всех сторон. Хорошо на самом деле, этого я уже просто придираюсь по черному, но все же раз уж начал. Как не зайду в Origin, Star Wars Battlefront элитные бойцы вечно на закачке. Сколько в него патчей не вкачиваю, он находит все новые и новые. С ноября 18 года я начал играть, и с тех пор, да и до этого, чего уж там у меня, вход в Origin начинается с оповещения, что элитные хуйцы снова накачивают мне очередной патч. Да сколько уже можно-то? Я посмотрел, сколько игра занимает места на диске 79 гигабайт. Я понимаю, игра тяжелая, но 79 гигабайт, ё-моё! И это ведь не предел, они там еще наделают будет и 89, и 189. Столько весят, разве что какая-нибудь GTA, которая в онлайне сейчас как раз таки тоже стремится во всю приблизиться к антуражу Звездных войн, добавляет там всякие лазерные пушки и прочие летающие мотоциклы. Ну да ладно, это уже все ерунда на самом деле. А вот что по-настоящему не ерунда, что действительно является огромным минусом игры наравне с предыдущими, так это система пироков. Как ни странно, слава богу, этот минус на данный момент уже не актуален. Однако это же не повод не вспомнить его. Видите ли, все дело в лутбоксах. Не мне вам объяснять, что электроники всеми правдами и неправдами стараются вытянуть из игроков все до последней копейки и плевать они хотели на целостность игры, целостность вселенной, здравый смысл, на мнение игроков тоже плевать хотели. Такие уж они, коммерсанты хреновы. И я уверен, что это была именно их гениальная идея. Но было бы только за реальные деньги. Сначала, как обычно, благородный жест объявления о том, что все загружаемые дополнения будут бесплатными. Но все эти карты, герои и прочее. Многие обрадовались, не почуяв подвоха, многие же, напротив, уже догадались, к чему все идет. Да, все верно. Лутбоксы! Вообще лутбоксы это не что-то плохое, если вдруг кто-то забыл. Это просто наградные наборы за победу в матчах. В каких-то играх их выдает после каждой победы, в каких-то они покупаются за набранные очки, как, например, в Mass Effect. Обычно в них всякая полезная дребедень типа оружия, снаряжения и косметические изменения на вроде нового скина. Конечно, решив схитрить, разработчики очень быстро дали игрокам возможность покупать ящики не только за внутриигровые деньги или достижения, но и за вполне реальные. Где-то это делали ненавязчиво, а где-то за это хотелось убить. Например, в том же Mass Effect 3 кнопка покупки за реал была выделена по умолчанию. Если ты чуть-чуть замешкаешься и поспешишь с нажатием, то плакали твои деньги на счету Ориджина. Как бы то ни было, в Battlefront LucasArts пошли еще дальше, хотя, казалось бы, ну куда уже. Помимо барахла, в лутбоксы стали пихать перки, так называемые звездные карты. Те тоже делятся на уровни и дают серьезные преимущества в бою. В общем-то, здесь есть все для настоящего праздника жизни и вполне законный волхак и увеличение урона и снижение получаемого урона. В общем-то, здесь, наверное, только бессмертие, разве что нет, это было бы уж слишком. Должен сказать, что еще одно серьезное отличие Battlefront от Battlefield это именно перкозависимость. Не так важно, насколько хорошо ты стреляешь, как то, насколько хорошо ты используешь умения персонажей в тех или иных ситуациях. То есть это близко к ММО. Не возьмусь судить, насколько это хорошее решение, лично я такое не люблю. Я ожидал увидеть классический Battlefield, но да ладно, имеем, что имеем. Ну так вот, разумеется, как и раньше, все эти лутбоксы можно нафармить и обычным способом, то бишь, наяривать свою груду потери пульса, зарабатывая внутриигровые кредиты. И поначалу очень легко обмануться. Ты проходишь кампанию и после миссии во время загрузок тебе сообщается, что заработано столько-то кредитов за достижения и ты тащишься от радости, как суслик. За прохождение кампании тоже дают кредиты и вот ты радостный бежишь в мультиплеер. А там на первых порах тоже нашли раздолье. Очень быстро ты получаешь новые уровни, первые уровни достижений, типа там подстрелить 25 врагов и получаешь за это дополнительные кредиты. И у тебя создается впечатление, что хрен с ним, с донатом, ты и так совсем справишься весь миру твоих ног. Давай еще партиечку, оу, е! Иллюзия, детишки, порождение и эйфория, особенно если ты фанат. Ну вот, прошло много часов, много дней игры, а в случае некоторых игроков много дней жестокого наяривания по 20 часов в сутки. Кстати, ребят, шутки шутками, но запомните, никогда, слышите, никогда так не делайте. Вам не перехитрить природу, закончится это летальным исходом. Не надо думать, что это другие сыграет в ящик, а вот вы нет. Мы все из одного теста сделаны. Берегите свое здоровье. За вас его никто не сбережет. В общем, после долгого времени очень увлеченной, мягко говоря, игры, ты замечаешь, что уже часть наград взята, остальная часть получается очень тяжкой, медленно, следовательно, поток кредитов и сяк. А основной их поток, слово, идет от побед твоей команды. А теперь вспомните, что я говорил о команде игре ранее, и в результате ты становишься перед фактом. Денег нет и держаться не за что. И тут ты открываешь вкладку с покупкой главного героя и видишь, что всей накопленной суммы не хватит даже для того, чтобы купить уже всем надоевшего Дарта Вейдера или, например, его сынка. И что-то мне подсказывает, что в этот момент у вас настрою видает так, что буквально слышен звук его ржавого скрежета внутри вас. Да, такая вот подлянка. Ты можешь накопить на лутбокс и в теории тебе могут выпустить классные перки. В теории. А на практике другие давно уже их купили за реальные деньги и теперь просто никому не дают возможности побеждать, потому что эпические звездные карты делают свое дело. Кстати, по подсчету некоторых игроков, чтобы открыть всех героев и все перки чисто за внутриигровую валюту, в ней нужно провести активно каких-то там 3000 часов, ну, чуть, может быть больше. Я понимаю, для фанатиков это не предел, но только вот вам играть не дадут те, у кого уже все это куплено, во-первых, а во-вторых, не забывайте, что вам легко могут выпустить повторяющиеся предметы. Рандом такой, рандом что сказать. И я, конечно, не скряга, но мне что, одному кажется, что это чересчур для игры за полную цену. Есть условно-бесплатные ММО, где можно получить преимущество над другими за реальные деньги и оно будет не слишком уж выделяться, а зависит еще, конечно же, от игры. Есть так называемые бесплатные ММО, я вот сам в такую играл, где за реал ты можешь получить любое преимущество, на какое хватит денег, но в целом все сводится всегда к одному, к экономии времени. Видимо, модель бесплатной ММО разработчики решили позаимствовать для Баттлфронта. И то, что было на старте, еще по-божески выглядит по сравнению с тем, что было в бете. Бета, помимо округлившихся от офигевания на фоне творящегося безобразия глаз игроков, принесла им еще и осознание того, что цены в игре соответствуют сеттингу. Они здесь просто космические. Тот же Вейдер стоил 60 тысяч кредитов. На тот момент, да и сейчас, это просто-таки огромная сумма. Но его можно было спокойно купить за каких-то там жалких 80 баксов. Вот так вот, вместо того, чтобы наяривать 40 часов без перерыва. В общем, игровое сообщество взорвалось так, что даже электроники пошатнулись, хотя они вовсю старались делать хорошую мину при плохой игре. Плохой во всех смыслах этого слова. Как ни странно, но в кои-то веки игроки дали настоящие отпоры на Реддите. Не только, они так взбудоражили общественность, что не принять меры было уже нельзя. Они даже направили письмо в рейтинговый совет Пеги с прошением причислить лутбоксы к азартным играм. Правда, там им дали отворот-поворот, сказав, что это не в их компетенции. Как бы то ни было, электроники пошли навстречу. Во-первых, они убрали из покупанных лутбоксов эпические карты. Не бог весь что, но лучше, чем ничего. Хотя в этом случае что угодно лучше, чем ничего. Хотя эти эпики можно все равно получить из ящиков, выдаваемых за победу в сражениях. Во-вторых, ввели ограничения по уровням для перков. То есть теперь мало получить их, надо еще и дорасти до них. Уже лучше. В-третьих, они уменьшили цену покупки героев несколько раз. Правда, тут какая-то хрень произошла. Оказалось, что они и так собирались это сделать, а ценавшись от тысяч была исключительно для беты. Но вопрос, о какого хрена вы об этом друсь? Видимо, пиар-отдел растерялся в опасной ситуации и тупанулся поистине космическим размахом. Хотя казалось бы, что плохо в прозрачной работе. Но нет, держали интригу зачем-то. Внесенные изменения, конечно, серьезно улучшили ситуацию, однако вот игроки уже раззадоренной победы и все еще чувствующие гнев после такого жестокого нахуй за их же деньги продолжали бурлить. И в итоге электроники вынуждены были принять беспрецедентные меры. Вы только подумайте, они отключили микротранзакции. О, да. Временно, конечно. Еще чего не хватало, чтобы навсегда. Батюшки, а дальше что, сабзиры со скорпионом сядут пить чай? Хотя это уже было. Блин, вот подстава. На самом деле, на носу была премьера нового фильма, а дальше рождественские праздники и самое прибыльное время. Видимо, не желая рисковать, электроники просто на время заглушили мотор своей деньгососалки, пообещав, что они полностью переработают лутбоксовую систему и систему доната. Как думаете, поверили им игроки или нет? То-то же. Продажи оказались не такими высокими, как надеялись разработчики, однако, все же весьма неплохими. Йоба-контингент сыграл свою весомую роль. Да, детишки, именно Йоба-контингент. Некоторые из вас обижаются, когда я так говорю, видимо, видят в них себя. Не знаю, утешит вас это или нет, но я такой же Йоба-контингент, ведь одна из моих любимейших игр это Skyrim, которой, вы не поверите, настоящая Йоба от мира древних самокруток. И сладкий рулет мне в рот, если я вру. А вот репутация электроников, кстати, пострадала сильно. Даже в глазах их аудитории, готовые схавать даже Андромеду. И вот, спустя время, электроники все-таки сдержали свое обещание. А это могло значать лишь одно. Игроки победили. Сколько жадные коммерсанты не выпендривались, игровое сообщество все-таки сумело проголосовать, и не только слом, но и кошелеком. А это значит, это разработчики, а не просто жрать, что дадут, ругаясь потом про себя. Итак, система прокачки была полностью изменена, уступив той самой классической из Battlefield. И у меня риторический вопрос, а что мешало сразу так сделать? Нахрена изобретать велосипед, если рядом уже летает космический истребитель? Вместо перков теперь обычная полоска уровня, заполняющаяся так же, как и везде. Карточки стали навыками, открываемыми с ростом уровней и привязанными к ним очень жестко. Оружие теперь открывается так же, как и в Battlefield 3. То есть, растет уровень класса, и доступные примочки. Самое забавное, что донат никуда не делся, но он занял свое, так сказать, привычное место. Из платных лутбоксов выпадает в основном хрень, которую можно тратить на крайне важные вещи, такие как скины и победные позы, примерно как в Overwatch каком-нибудь. Уже имеющиеся карточки у игроков конвертировали то ли в валюту, то ли в уровни, то ли в то и в другое, я не помню, и отсыпали немножко лутбоксов, дабы загладить вину. Знаете, у меня иногда создается впечатление, что вся эта возня вокруг лутбоксов была заранее спроектирована издателем только лишь для того, чтобы по ее итогу все радовались тому, что лутбоксы именно там, где они должны быть и даже не думали возражать против этого. Понимаю, это не так, но все же. Вы представляете, как их прижали, что они пошли на такие уступки? Они, угробившие уже не одну игровую вселенную. Что касается героев, то теперь они с самого начала доступны все. Это то, о чем я рассказывал в начале, то, какой игра является на данный момент. Новых героев вроде Оби-Вана теперь вполне можно купить за внутриигровую валюту. В ранней версии я не играл, однако, если верить тому, что мне рассказывали и показывали, на сегодняшний день герои стали менее несбалансны и теперь их вполне реально убить в два смычка. Баги как были, так и остались, все-таки стабильность это признак мастерства. Ну и что можно сказать по итогу всего? Если бы это было нечто новое, я бы жутко возмутился, но за последние годы я уже привык и смирился с тем, что по моей любимой некогда вселенной потоптались грязными вдобие самой себя, лишенные всякой логики и загадки, направленной лишь на выкачивание денег из фанатов всех возрастов. На этом фоне Battlefront 2 не стало чем-то совсем уж из ряда вон выходящим. Хотя, согласен, для конкретной игровой индустрии это, знаете ли, уже перебор. Но опять же, неужели кто-то ожидал от Electronic Arts чего-то иного? У них что не проект, то красивая обертка с чем-то разлагающимся внутри. Остается лишь надеяться, что они сделали выводы о том, что принцип схавают носит временный характер. Я еще в обзоре на Андромеду высказал мысль, что однажды даже самые отпетые казуальщики наедятся того, что им скармливают и решат, что пора бы уже в нормальные игры поиграть за свои-то деньги. Ведь лучшее голосование это голосование рублем. Ну а пока же разработчики чувствуют лишь репутационный ущерб. А я скажу так, в моих глазах там от репутации давно уже ничего не осталось. Я, конечно, слишком категоричен, основная масса людей, скорее всего, так не считает. И именно казуальная часть игроков, привыкшая к подобным продуктам, продолжает из раза в раз окупать эти проекты, благодаря чему разработчики при любом раскладе остаются в выигрыше. Именно поэтому мы и довольствуемся Баттлфронтами, Фоллаутами 76 и прочими Андромедами. А ждем-то мы Ведьмаков и Метер. Да, я знаю, что это слово так не склоняется. С этого дня склоняется именем короля Ланшера. Ай, до свидания, детишки. Не давайте себя обмануть.